Начнем с самого простого, называемый тройной прием сафара Запрокидываем голову, да, видим, что ротовая полость начинает открываться Далее безымянным и к средним пальцам выдвигаем вперед нижнюю челюсть Видим, да, что она выдвигается И тогда большими пальцами открываем ротовую полость В случае, когда у нас бывают такие моменты, что у пациентов в коматозном состоянии Надгортанник, он большой, как черпалорийный такой, да Он просто падает назад, да, и, соответственно, закрывает проходимость верхних дыхательных путей В такой ситуации у нас есть с вами несколько вариантов Первый вариант – это использование орофрингеального воздуховоза Что мы делаем? Открываем ротовую полость Далее дистальным концом вводим сначала по твердому небу Чувствуем упор, да, значит, дальше мы не давим Не нужно забивать этот орофрингеальный воздуховоз в ротовую полость Далее по часовой, берете часовой, без разницы, как хотите Начинаете поворачивать, да И тем самым у вас получается, что формируется нормальный изгиб Согласно анатомическому строению ротовой полости И дальше вы вводите орофрингеальный воздуховоз также до упора Далее, если нам необходимо, мы можем обеспечить Назофрингеальный, о, господи, кто, носовыми канюлями Оксигенотерапию, да, именно в эту зону, например Или если нам все-таки больше нравится, да, вот здесь-то просто обрезать И вставить в эту зону Дышать будет пациент очень хорошо